Я просто играл с утра до вечера, сидел и в чате там постоянно матерились. Меня это вначале доставало, так что я сам уже потом стал материть их жёстко и опозорился. Токсичный стример. Да ну, это не позор. Ну типа я, типа такой до, типа я себя называю прекрасным человеком ВКонтакте там, а сам матерился. Я просто научился от них, потому что там все друг друга поливают. А теперь я короче, потом я перестал, забил на это всё, а потом я перестал вообще играть. Теперь я вообще не играю ни дня. Ну хотя за компом я сижу, блин. Я иногда могу поиграть. И причём, когда я перестал играть, когда я голодал, например, 20 дней я не играл, у меня глаза, покраснение, напряжение было, покраснение. Прикинь, обычно от компа покраснение, а это, то есть физическая зависимость даже, какая-то, ну, нервная зависимость. Может быть, от недоедания? Не знаете, я мало ел. Ну, то, что меня девушка разлюбила, я с тех пор вообще какие-то нету уже два года или три. Ну, это давно было. У меня, кстати, тоже были очень, прям, пиздец, хуёвые раздавания. Одно из-за последних. Я тоже около двух лет вообще мало был, ну, не знаю, чувствовал себя вообще по-другому с другим человеком, воспринимал всё как-то, и так был подавлен, вообще ни хуя не было интересно. Ужасно, типа, просто, в какой-то фрустрации, даже не фрустрации, блядь. Там вообще пиздец. Там вообще так ужасно. Вначале живот болит. Сильно. Сердце болит. Стучит постоянно очень сильно, очень быстро, втруглый, втруглый, ну, ладно, не будем о плохом. Ну, да. Главное, не загоняться. Да там ты не загоняешься, пытаешься отвлечься, всё равно. И мне помог, короче, я стал с тех пор крестик носить. Я стал спать с ним, и... Потому что я реально чувствовал, что я могу сдохнуть от сердца. И купил один депрессант феварин. Мне одна девчонка задонатила немножко. Ну, так, нормально. Я купил на 15 таблетах. И через четыре дня мне полегчало. Ну, я тогда ещё играл в «Flat for Dead». Я играл всего в три игры, в основном, всю жизнь. Ага. И, короче... Готика, наверное, одна из них. Готика, это только в детстве. Ага. Я, кстати, в детстве в неё вообще не играл. Прошла мимо меня. И вот не так давно решил, ну, типа, приобщиться. Потому что наслышан, все дела. Культовая игра. И начал играть, и мне так понравилось. Я совсем мало прошёл про сюжет, но вот я просто погрузился в атмосферу. И мне просто настолько кайфово было, ну, находиться в этом мире, что-то ходить, взаимодействовать. Смотреть, как всё там... Успокой, во вторую играл? В первую. А, в первую? Да, мне вот прям первая зашла. В вторую даже не запускал. Ну, блин, вторая, она самая офигенная. Ну, она поглобальная, типа, там больше территорий. Нет, там атмосферность. Не-не-не, там не территорий. Это третья. Третья отстоит, там много территорий. Вот в неё, кстати, я играл первую в твою жизнь и третью. Ну, блин, вот вторая, она там мало... Там всё атмосферно, очень. Мало территорий и атмосферно. Вот что мне нравится. А мне вот первая показалась очень атмосферной, прям. Там густая атмосфера. Да-да-да. Того, что ты живёшь, что всю ряду. Да-да-да-да, вот это вот отлично. И ещё... А во второй то же самое, только ещё круче сделано. В лесу особенно где-нибудь. За городом там... Ну, я не знаю. Ну, там вообще офигеть просто. Вторая часть, это офигеть. Ну, я... Ну, я... Её раза три прошёл в детстве и всё. Ну, там все. Ага. Потом ансоргировал, рисовал. Вот, может, я когда-нибудь вторую часть пройду. Хотя вот из-за блогеров ютубных уже практически всё про неё знаю. Да. Ага. Я тоже смотрел ютубных блогеров вторую часть похождения там. Настургировал. Я всегда выбирал одноручное оружие. Почему-то. Потому что двуручный медленнее идёт. Ну, да. Я не помню, что я в готике выбирал, но сам по себе фанат скорее двуручного оружия. Типа. Потому что... Ну, опять же, японская культура. Final Fantasy. Слышал про Final Fantasy? Ну, что-то слышал, но мне неинтересно особо. Там вот эти вот худенькие аниме-чуваки, которые дерутся мечами в два раза больше их самих психологов. А, это? Прикалывает такая эстетика. Да. Это, наверное, просто синдром компенсации. Чуть знает. Меня прикалывал этот фильм «Завод» этого режиссёра фильма, дурак. Меня прикалывает фильм «Завод», я его пересматривал, как он мстил это. Еэто, тефлова... Как это режиссёра зовут? Быков что ли. Я не видел, что-нибудь. Я его прям вообще это... Я же считаю, это вот прям в моём стиле. Если б я снимал фильм, я бы снимал такие, только ещё жёстче. Потом фильм «AntiKillern» первая часть Я смотрел. Я тоже не видел, это с Гоши Куценткой. Да-да-да, я его пересматривал тысячу раз. В детстве. Жёстко. Жёстко, да. Вот смотри, инсталляция тут всё. Классно. Это... Это инсталляция? Это инсталляция называется Результат универсиады. Чё за универсиада? А, я не знаю. Она же была универсиада. А я не знаю, чё за универсиада. Ну, это... ЕГЭ? Не, это, короче, блядь... Как это культа называется, блядь? Олимпийские игры только очень такие. У тебя пробежки? Нет, прям настоящие дисциплины спортивные, соревнования по ним. Ну, что ты не видел. Студентов всего мира. Солнце светит. Вот, и... Эспул... Ну, на базе эспул, короче, проводили результаты. А это? А как мне... Чё мне сделать? Вот, что... Ты можешь посмотреть мои видосы, где я трешово пою, играю. Просто понимаешь, это разгоняет мою кровь, у меня гипотония. На самом деле, это моему здоровью может спасти. Понятно? Ну, это, в принципе, хорошее занятие. Сейчас, подожди. Ты можешь сказать, что из этого более трешово выглядит? А что менее трешово, чтобы мне перейти на менее трешовое? Просто я же не разбираюсь со стороны. Блин. Ещё... Ещё нету ничего. А ты играл вообще с кем-нибудь?